Итак, всем доброе утро! Шалом! Бонжур! Хэлло! Мы начинаем Роб Торо. Сегодня у нас канун Пурима. Значит, канун Пурима сегодня. Это значит, сегодня у нас 13-е Адара. Шалом! Шалом, Максим Перенчук. Все. И значит... Дерни, не меня. Как всегда, первые заходят. Молодцы. И, значит, шалом из Питера. Сегодня у нас получается 13-е Адара. Пост-Эстер. Сегодня пост-Эстер. То есть, те, которые соблюдают полностью заповеди или стараются соблюдать, они сегодня не едят и не пьют целый день в память о поступке царицы Эстер, которая не пила и не ела три дня, прежде чем идти к царю Ахашвирошу просить за евреевский народ. И всем сказал они, если не пить, три дня. И нам сейчас, может, кажется это сложным в наше время, да? Но в то время, я думал, что это было достаточно просто, потому что люди часто голодали. Буквально, я уверен. Раз в несколько лет они голодали. По-серьезному так голодали. Все, значит, и вечером сегодня будет чтение Свитка Эстер. Каждый год читается вечером Свиток Эстер в синагогах при большом скоплении народа, вспоминая о чуде, которое произошло 2400 лет назад, но которое повторяется. Повторяется в каждом поколении плюс-минус с разными вариациями. И, в принципе, все вот эти вот глубинные есть архетипы, истории, сюжеты. Оно все это повторяется многократно в жизни каждого из нас в разных, в разных вариациях, да. И, значит, самая известная вариация, когда в Меделат Эстер, в Свитке Эстер написано, что повесили 10 сыновей Амана. И когда написаны их имена, там есть маленькие такие буквы. Шин Зайн и еще какая-то. Не помнишь? 707-й. Шин там ТАВ Шин Зайн. Все вот так. ТАВ Шин Зайн. И там маленькие буковки такие. И все поколения 2400 лет это переписывалось одинаково, этот Свиток Эстер. И непонятно было, зачем эти маленькие буквочки. Почему вот эти вот 10 злодеев, которых повесили, которые сыновья Амана, и в их именах есть измененных три маленьких буквочки. А потом оказалось, что в 5007 году в Нюрнберге, вот эти вот ТАВ Шин Зайн, это 707. В 5007 году это было как раз начало года, был Нюрнбергский процесс. И повесили 10 нацистских преступников главных, которые были как раз как сыновья Амана, которые хотели полностью уничтожить как Аман весь и в ресте народ. И их прямо вот именно в этом году 5700, это было зашифровано, что эта история повторится в 5707 году. Представляете, вообще удивительная вещь. Хорошо. Значит, а мы сейчас еще дальше глубже идем. То есть мы изучаем сейчас книгу, которая написана была 3000 лет назад. Представляете, это просто не, ну как-то даже нереально представить. Вот эта книга со всей ее мудростью, представляете, со всеми нюансами психологии там и так далее, то, что мы изучаем. Вся эта книга, да, она была написана в притче царя Соломона около 3000 лет назад. Просто удивительно. Значит, мы дошли 10 глава. 10 глава мы дошли значит до отрывка до отрывка 19 мы дошли, что когда много слов не избежать греха и тот, кто закрывает уста, он умный человек. То есть это очень ну понятно, молчание золота как бы здесь понятно. Это было единственное, что это было продолжение предыдущего отрывка, в котором говорилось, что тот, кто прикрывает ненависть и говорит устами, то есть он в сердце одно, снаружи другое, говорит устами обман. Это тоже нехорошо, потому что ненависть тогда сжигает самого человека. Тот, кто эту ненависть наружу выдает и говорит людям всякие там критикующие вещи, он в открытую себе делает неприятность, потому что когда ты человека критикуешь или что-то ему говоришь плохое, то в ответ естественно и он на тебя обидится и тоже тебя ответит и любой негатив, который ты производишь внутри или снаружи, он же с тобой и остается. То есть это очень такая удивительная вещь, что тот, кто выдает негатив наружу на людей, то люди ему отвечают тем же, это как бы понятно. Теперь мы дошли до мы дошли 19, 20 отрывок. Написано здесь так. Кесов Невхар Лашон Цадик. Значит серебро отборное язык Цадика, язык праведника. Леври Шаим Кемат. А сердце злодеев Кемат это ну совсем чуть-чуть. Сердце злодеев совсем чуть-чуть. Кемат это чуть-чуть. Значит объясняет Малбин большую разницу. Вот иногда написано уста праведника, иногда написано язык праведника, иногда написано сердце праведника или сердце злодея. Значит раз объясняется это, что есть несколько надо это понимать как работает. Значит сердце то, что мудрецы называли сердце это внутренний мир человека. То, что сегодня называется подсознание. То есть это сердце человека. Там уже все запрограммировано и все бурлит как айсберг, который плавает в океане. У него сверху вот чуть-чуть такой кончик торчит, а внизу прям айсберг. То же самое в сердце человека. У него внутри он уже запрограммирован. У него там есть ценности, то, что для него важно. убеждение какие-то правила наборы там опыт его который вот в нем уже именно с ним это происходило. И все это находится в сердце но его не видно. То есть сам человек это не осознает но оно есть и оно внутри там все бурлит и всплывают только в сознание всплывают какие-то кусочки информации. Теперь это сознание то, что человек внутри себя говорит это сознание то, что он осознает и сам с собой беседует. Это называется на языке царя Соломона на языке Торы мудрецов того времени это называется язык лошон. То есть вот то, что когда написано серебро отборное язык праведника имеется ввиду язык это он с собой разговаривает. Не язык которому во рту шевелит а язык это каждый человек разговаривает с собой внутри. Есть уста это то, что он выражает снаружи вслух говорит. Это называется уста уста снаружи язык внутри. И здесь это в притчах как раз вот это на это намек что когда говорится язык это внутренний диалог когда говорится уста это внешний диалог теперь обычный человек он фильтрует свой внешний диалог он старается не говорить какие-то гадости то есть он боится кого-то обидеть более-менее и он внешний диалог фильтрует а внутренне он иногда себя такими словами внутри обзывает что он никого снаружи так бы не назвал а себя он так называет иногда он на людей говорит страшные гадости внутри а снаружи такой здравствуйте там Семен Семенович а снутри думает вот что там на него матом или там вообще проклинает его теперь значит праведник у него даже его внутренний язык как серебро отборное то есть он ни одного плохого слова то есть мы же учили что помните в Перте вот мы учили что путь по которому человек приблизится к Богу один из путей это хороший взгляд что такое хороший взгляд это все трактовать в позитив и праведник он все внутри трактует в позитив он следит чтобы у него даже внутри не было негативных или обманных слов чтобы он внутри даже с собой когда он беседует чтобы он не говорил ничего там плохого и не говорил ничего плохого про других людей это отборное серебро язык праведного сердце же злодеев ничтожно ничто ничтожно маленькое то есть у злодея у него в сердце чем отличается злодей да у него внутри вот в этом подсознании он все время скачется с предмета на предмет он нигде не останавливается поэтому написано что оно маленькое он все время там реактивно то плохо здесь плохо этот гад тот гад я это самое ну то есть и он все время даже внутри вот этот вот злодей он ну его сердце ничтожно так написано да то есть у него внутри нет ничего устойчивого то есть если говорить современным языком то вот там есть такой Стивен Кови да он говорит что надо выстраивать свой внутренний мир то есть его надо строить понятное дело что Стивен Кови это он сейчас жил недавно а Тора она об этом говорит уже ну как изначально в этом суть человека что ты должен выстроить свой внутренний мир ты должен выстроить его по по плану Бога план Бога это Тора и тогда у тебя есть внутри полностью все так по полочкам лежит аккуратненько и ты внутри такой осознанный и снаружи осознанный это был 20 отрывок серебро отборное язык праведника даже внутренний язык то что внутри сердца злодеев его практически нет дальше 21 отрывок Сифтей Цадик Иру Рабим значит тут мы видим по другому уста праведника они питают как пасут от слова пасут Иру Рабим они питают многих то есть тут мы видим что внешний язык внешний диалог праведника он питает многих В Эвелим Эвелим это грешники скептики Эвелим вот эти грешники скептики которые все отрицают Бахасер Лев Ямуту от Хасер Лев мы уже знаем что тот кто не управляет своим внутренним миром это называется Хасер Лев который нехватка у него сердца то есть он им не управляет он живет по эмоциям то есть у каждого человека внутри есть какие-то побуждения то хочу это хочу это не хочу то не хочу то есть сердце работает оно на автомате и тот кто им управляет сердцем своим да это осознанный человек то есть он ловит это какое-то движение внутри и он решает да нет да нет да нет неосознанный человек который Хасер Лев то что в этом языке называется у него недостаток сердца он значит хочу не хочу буду не буду начал бросил есть мотивация нет мотивации начну сброшу его все время вот так колбасит этот меня обидел не буду разговаривать буду от жены уйду с другой там встречусь а то уйду с жене вернусь то есть вот так колбасит это Хасер Лев теперь написано что уста праведника это то что он выражает снаружи ну наружу да его внешний диалог они пасут многих они питают многих что это значит как праведник устроен да он значит первым делом вот первый признак праведника он со всеми здоровается первым почему он хочет есть в Талмуде рассказ про Рабан Йоханена Бен Закая он был глава еврейского народа написано про него как ну один из самых таких его описаний что не было человека даже на рынке просто любого простого человека который бы успел ему сказать первое здрасте он со всеми первые здоровался здравствуйте здравствуйте он такой шел со всеми здрасте хотя он был глава еврейского народа дальше что еще праведника можно сказать он каждому скажет доброе слово здрасте Оксана Павликова я не праведник я просто показываю как это работает значит здравствуйте Оксана хорошо что вы пришли сегодня очень приятно что вы пришли вот Альбина Черенок здрасте Альбина очень приятно что вы говорите доброе утро всем и три сердечка сделали То есть, это праведник, он старается каждому сказать добрые слова. Дальше он, вот я видел одного такого конкретного праведника, Ицкак Зильбер, я у него учился, и он, значит, он садился в такси, он таксист, давай, Славатора, вы знаете, вот сейчас недельная глава такая интересная, и он что-то такое интересное рассказывает. Так, что, заново входим, да, все заново, выключилась, энергия закончилась, энергия закончилась, и интернет тут слабенький такой, сейчас посмотрим, или он войдет, или не войдет, так, видно меня, Ривка? Да, по-новому? Так, всем привет еще раз, Яков Шатадин, шалом, вырубился у меня интернет, так, всем, шалом номер два, шалом номер два, все, сейчас опять чуть-чуть все подсоберутся, значит, надо было так, значит, Всевышний, он так специально сделал, что кому-то, например, кто-то в первый раз не нашел, а второй раз сейчас найдет, может быть так, то есть, обязательно у Бога был какой-то план, здравствуйте, дорогой Дамир, шалом, ура, Татьяна Махно, доброе утро, значит, был, значит, у Всевышнего был какой-то план насчет этого, то есть, обязательно надо было, чтобы так произошло, раз это произошло, значит, оно должно было произойти, это факт, теперь, как к этому относиться, может, это для нас как раз и иллюстрация того, как работает мир, вот сейчас все, все видно, слышно, слава Богу, да, связь появилась, шалом номер два, и мы ждем сейчас, когда появится, а те, может быть, кому не надо было услышать следующее, они не услышат, то есть, все Всевышний дает нам, каждому из нас дает возможности, и если что-то происходит не так, как нам хотелось бы, то это значит, что что-то произошло не так, как нам хотелось бы, бывает, что происходит так, бывает, что не так, и вот тут первое, давайте тогда сейчас вернемся, первое, у человека начинается внутренний диалог, он себе говорит, так, 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 я хотел, чтобы было по-другому, а оно не так, как я хочу, что это значит? И дальше человек начинает плести свои какие-то объяснения, это значит, что там, и он может наплести всего, чего угодно, и вот то, что он наплетет себе, человек, наобъясняет, он дальше с этим и живет, и вот язык праведника, он себе объясняет все очень просто, он говорит, Бог так посчитал, что так лучше, все, то есть, откуда я это знаю, а вот оно так есть, но, но, а вдруг этого человека, ну, не дай Бог, ему плохо, да, вот ему физически плохо, там он болеет, что он может сказать в этот момент? Он может сказать, есть, опять же, смотрите, как бы, Бог не дает нам тех испытаний, которые мы не можем выдержать, каждому он дает то испытание, которое человек может выдержать, и яркий пример, например, тот же Ник Вучич, да, он родился без рук, без ног, ну, что тут можно объяснить? Можно объяснить только, что Бог явно против меня что-то задумал, он стал проповедником, ну, он христианский проповедник, но он очень верующий, да, то есть, он верит, что, христиане, кстати, они верят в того же Бога, только они верят, что он послал кого-то, чтобы объяснить про него же, то есть, они как-то чуть-чуть усложнили эту историю, но они верят в Бога, создателя неба и земли, просто они его называют отцом, ну, в общем, неважно, не будем входить в нюансы, есть единый Бог, Бог, создатель неба и земли, который управляет миром, и который, который творец, создатель, так вот, значит, когда к человеку приходит любая ситуация извне, он ее тут же начинает внутри объяснять, и мы изучили уже в 20-м отрывке, что праведник, он объясняет эту ситуацию, у него язык, как серебро отборное, он так красиво внутри объясняет себе все, что происходит, и так он людей снаружи, он, внутри вернее, да, он всех оправдывает, он, я помню историю про Равзильбера, как одна была, к нему приехала жить какая-то женщина, которая, ну, была сумасшедшая такая, он ее пустил к себе жить, все, его ученик Иуда Аврех, он рассказывал эту историю, он говорит, Равец, как вы не видите, она же обманщица, она вас обманывает, он говорит, ты не можешь так говорить про человека, не имеешь права так говорить про человека, что она обманщится, откуда ты знаешь, а вдруг она не обманщится, вот, а может, она правда, вот ей так плохо, он говорит, да нет, она вас использует, он говорит, нет, ты не имеешь права так говорить про человека, ты не знаешь, это ты рассказываешь свои предположения, свои идеи, а ты не имеешь права вот так говорить плохо про человека, это как раз признак праведника, что его язык серебро отборное, то есть у него, что бы он ни говорил у себя в голове, И вот снаружи он говорит позитивные, добрые, хорошие вещи. Теперь, в 21-й отрывок мы на нем остановились, уста праведника они насыщают многих, то есть он не только сам с собой красиво разговаривает, он людям все время старается сказать доброе слово, здрасте, вежливо, комплимент и так далее. Они умрут от недостатка разума, так переводят, но еще раз мы столкнулись вот с этим, вот с этим мы столкнулись, значит, вот с этим мы столкнулись уже много раз. Кто такой человек Хасерлет, у которого недостаток сердца? Значит, есть у каждого из нас внутри есть набор представлений о жизни и набор каких-то правил, набор каких-то идей, в которые человек верит. И все это вместе оно создает его сердце. Почему называется сердце? Потому что человек на каждую идею он реагирует какой-то эмоцией. И мы привыкли, что эмоции в сердце, но каждая идея, то есть есть идеи абсолютно нейтральной, информация. Например, в Риме живет 5 миллионов человек. Это нейтральная идея, правильно? Для большинства людей это нейтральная идея. Но человек, который в Риме, например, он женился, в Риме он, там, я не знаю, полюбил свою жену, в Риме у него родились все дети, и он, когда слышит слово в Риме 5 миллионов человек, он вдруг начинает радоваться, и у него внутри такая радость, он Рим, Рим вообще, его прямо начинает эмоционально, прямо начинает его плющить по Риму. А у другого человека в Риме было несчастье, например, какое-то, не дай бог, он ногу сломал, шел, упал, очнулся, деться. И когда он слышит слово Рим, у него Рим наполнен, может быть, наоборот, негативной эмоцией, он может из-за этого заплакать, вспомнить что-то негативное. Теперь получается такая интересная вещь, что, значит, есть сердце, и сердце управляет большинством людей, потому что там уже все запрограммировано. Но есть люди, которые управляют своим сердцем, то есть они управляют, их рациональная часть, она сильнее, чем часть эмоциональная. И они, когда у них идет какая-то там эмоциональная буря, они просто за этой бурей наблюдают, и они осознают, что это, откуда оно, откуда оно происходит. Они понимают, что это некое, как сказать, все, что у человека есть, его мировосприятие, вообще вот мир, в котором человек живет, это все воспоминания в его сердце, в его подсознании. То есть нет никакого мира, каждый из нас живет в некой модели мира, которая у каждого разная. И каждый человек, вот он себе понастроил, вот мир, вот он такой. У кого-то он большой, у кого-то меньше, у кого-то он добрый, у кого-то он злой, у кого-то опасный, у кого-то такой радостный. У кого-то мир закончится вместе с его смертью, в его, как бы, представлении. У кого-то мир будет продолжаться в рай, там, и так далее, и так далее. Теперь Хасер Лев, тот, у кого недостаток сердца, он, его сердце управляет им, то есть не он управляет сердцем, а сердце управляет им. И так как он здесь называется грешник-скептик, Эвиль это грешник-скептик, который подвергает сомнению божественное устройство мира, заповеди Торы, которые пришли от пророков и которым нет доказательства. Действительно, нет никаких доказательств, нет никаких доказательств тому, что Тора правда. То есть нету, это вера, то есть мы верим в то, что Бог дал Тору, сообщил Моше Рабену, что Моисей, Моше Рабену поднялся на гору Синай, и он 40 дней и 40 ночей находился там, и Бог ему сообщил Тору. Мы в это верим, мы верим, что другим пророкам он сообщил Тору, то есть мы верим, что Бог общается с некоторыми людьми и сообщает им заповеди, правила устройства мира. Но это вера. Так вот, тот, кто Хасер Лев и тот, который Эвиль, Эвиль это грешник-скептик, он сомневается в этом. И что? И он в своем сомнении, он выстроил модель мира такую, что Бога нет, почему? Я не знаю, есть или нет, значит нет. Тора неправда, почему? Я не знаю, неправда. Значит, теория Дарвина, теория Дарвина тоже неправда. То есть если он настоящий скептик, он должен сказать, что и теория Дарвина, она теория, она потому и теория, что она не доказана. То есть настоящий скептик, он просто варится в своем скептицизме и в своем, это есть скептицизм, а есть еще, знаете, есть скептики, а есть циники. Циники и скептики. Циник это, который все обесценил, ну, слово циник, мне кажется, оно как-то похоже, обесценил. То есть он все ценное обесценил, он все подвергает сомнению, скептик. И с чем он остается? Ни с чем, он хасер лев, то есть у него есть какой-то набор несвязанных пазлов внутри, которыми он пытается слепить из них некую картинку, а она не лепится, ей не на чем висеть. Вот, например, есть такой, там, доктор Курпатов, да, я слышал, он говорит такие вещи, он говорит, типа, не верьте, вот что ваша вера там придет, Бог спасет, не спасет. Он говорит, не верьте, это все выдумка, которая идет с детства, когда ребенок, он один, вот, и он ждет, что кто-то его спасет. Не верьте, никто не спасет. Прямо он говорит, никто тебя не спасет, говорит доктор Курпатов, и мучается после этого от панических атак. Ну, что же это за бред? То есть смысл верить, что тебя никто не спасет, и потом мучаться от паники. Если ты можешь верить, что тебя спасет Бог, что у тебя есть вечность и так далее, и не мучаться, а быть счастливым. Он говорит, это не доказано. Ну, правильно, не доказано, это вопрос веры. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Понятно, да? Как и все, в принципе, в этом мире, это вопрос веры. Да, можно что-то замерить, можно что-то замерить, но, опять же, ученые, как ученые, как ученые, во многом они спорят с друг с другом, там, они, и так далее. То есть наука это тоже некий способ высказывания предположений, потом попытка загнать через опыты, доказать свое предположение. Хорошо, значит, все, мы на этом останавливаемся. 20-21 отрывок мы изучили, что отбор на серебро язык праведника, сердце злодеев ничтожно, и уста праведника, они насыщают многих всех вокруг него. Праведник говорит добрые и полезные вещи, а скептики-грешники, они умрут от недостатка сердца, от внутренних сомнений. Вот так. Да, когда-то, вот люди, не верьте в Творца, я вижу в таких людях, что они живые и мертвецы. Правильно. Вот Сейд Макаев очень четко выразил, как называются эти люди, которые сами себя своей верой превращают в обезьян, у которых нет вечности. Все. Хорошо, друзья, все, удачи, успехов, всем хорошего дня, кто постится, тому хорошего поста. Кстати, Медилат Эстер, это как раз история о том, как когда, вот все, уже была безвыходная ситуация, а потом все наладилось. Как все в этом мире, оно, кстати, интересно, что в Медилат Эстер, она так называется, ни разу не упоминается имя Всевышнего. Ни разу. То есть это именно, и слово Эстер, это сокрытое. То есть вся эта история рассказывается, и Всевышний все время он за кадром. Но, как бы, Бог не упоминается ни разу. Все. Удачи, успехов. Пока. Всем хорошего дня. Пурим Самех. Пурим Самех. Веселого Пурима. Всем веселого Пурима.